МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Руководитель проекта «Засечный рубеж» Сергей Юхимец. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И художный руководитель, я так понимаю, отвечающий за все сразу, культурного центра «Светлица» Настасья Солдатова. Настасья, добрый день. Ну что, я так понимаю, успех первого фестиваля вдохновил вас на проведение второго фестиваля. Кто возьмется рассказать мне, что же ждет наших зрителей, гостей и всех тех, кто неравнодушен к этому всему в субботу? Сергей, да, как руководитель. Да, то есть у нас там главным гвоздем программы будет «Тур и НИР». Уже я принял порядка 20 заявок, то есть будут участники не только лишь из Самары, а из Казани, Италии и Яти. То есть такой же всероссийский получается? Ну да, уже почти. У нас, к сожалению, прямо можно сказать, в последний момент не получилось приехать ребятам из Энгельса, из Саратовской области. И еще из Ульяновска тоже. Но надеемся, что в следующем году... А вдруг они прямо приедут все переделывать? Мы готовы. Мы готовы принимать всех из любого города. То есть в Самарской области, получается, у нас замечательные ребята из Казани, из Тольятти. Итак, те, кто празднует, будет шататься по парку в эту субботу в 5 часов вечера начало у вас? У нас начало в 12 утра. У нас примерно все заканчивается уже. Вот. А также зрители ожидают разные увеселительные действия, как то это площадка на стольных игр, это ходули, троллейба из лука и из треска многооборья. Это очень веселый вид действия. Я думаю, всем он понравится. Давайте посмотрим фотографии с прошлого года. Ребята, рассказывайте, комментируйте, что мы видим, что, может быть, мы с большим удовольствием в этом году посмотрим. Рассказывайте. Это фотографии с предыдущего года. Турнир, если я не ошибаюсь, уже ближе к финалу. Наши самарские бойцы. Надо сказать, что погода тогда была отличная и очень здорово получилась атмосфера загородного парка, природа и такие смелые мужи. Не на жизнь, а на насмерть, я так понимаю, будут драться. До первой крови. Вы знаете, надо сказать, что, конечно, травмы на таких мероприятиях, они всегда где-то рядом. Так или иначе, это все-таки мужская работа, скажем так. Но прошлый год показал, что, когда люди любят свое дело и когда они подходят с головой, никаких проблем не было. У нас тот год обошелся без травм. Поэтому мы очень надеемся, что и в этом году все будет хорошо. Настя, ты как координатор, я так понимаю, культурной программы в том числе, что людям будет интересно помимо, так скажем, вот этого вот «считай меча». На самом деле будет интересно абсолютно все, потому что, судя по опыту прошлого года, можно говорить о том, что это действительно погружение. И люди, попадающие к нам, просто погружаются в атмосферу древней культуры, древней Руси, древних боевых действий. Будет для девушек потрясающая ярмарка, как всегда наша традиционная. Будет самовар, угощение. Я думаю, что будут и игры, и вообще не должно быть скучно никому. К тому же, опять же, это природа, это загородный парк. И просто, думаю, будет прекрасный день, который мы все проведем вместе и в таком очень разном времяпрепровождении. Надеемся, что погода все-таки не подведет и будет более или менее тепло и комфортно, уютно. А какой возраст, может быть, есть ограничения? Безопасно ли это все? Безопасность в первую очередь. Поэтому, а мероприятия, чаще мы проводим мероприятия полного контакта, когда зрители, они же участники в первую очередь. В данном случае все-таки турнир, это показательное, но мы постарались разбавить так, чтобы люди не замерзли, просто наблюдая на протяжении пяти часов мероприятия. Поэтому у нас программа очень сильно разбита на различные конкурсы для работ со зрителем. Чтобы не замерзли, если что. Конечно, да. То есть из больших таких вот ярких, тут и фотоконкурс, тут и конкурс бороды. Конкурс бороды? Обязательно, да. Влад, ты, понимаешь, ты готовишься уже, да? Уже полтора года как? Только мы его не пускаем никогда на конкурс. Почему? Потому что он руководитель. Заинтересованное лицо, да? Сергей, где борода? Почему нет готовности? Ну, я очень сильно ее хочу себя завести, но как-то не получается. Завести бороду? Да, завести. Вот есть люди, которых хотят, но не могут. Мне кажется, надо быть гримом каким-нибудь. У него замечательная ментальная борода. Ментальная борода, то есть у нас самая такая топовая шутка у нас. Ментальная борода, то есть? Ментальная, да, то есть я не к Тони Вет, кроме меня. Вообще мне интересно. Вот это такое братание, я так понимаю, за завершение каких-то боев, я думаю, что это будет зрелище. У нас есть традиция, то, что последний сход, то есть массовый, перед этим сходом две сатуарны кричат очень ваисно, там, давай, давай, там, ну. И потом уже, ну, когда страсти, да, с этих некоторого предела, эти две сатуарны, они очень быстро начинают бежать друг к другу, и все уже думают, что уже вот сейчас вот будет такая сеча. И они просто на последнем шаге бросают свое оружие и обнимаются вот этих... Секреты рассказывают всем. Да, это закрытая информация, поэтому я надеюсь, что все забудут. Ну как закрытая? Ну, ведь никто не знает, что это будет там последний сут или не последний. То есть, интрига есть. Да. Но своих прелестей и секретов еще более чем достаточно, поэтому сейчас, опять же, в зависимости от погоды, я думаю, что мы разнообразим программу в ту или иную сторону, поэтому... Здорово. Не могу, конечно, не сказать комплиментов вашему костюму. Мы же за эфиром, я ребятам сказала, что с годом, с каждым годом, год от года прокачиваются, прокачиваются. Если раньше там приходили что-то так все скромненько, тут уже практически прям по сезону одеты. Влад, расскажи, как ты вот сам плел или кому-то поручил? Ну, кольчуга, честно скажу, делал мастер, не мы, но у нас есть уже свои кузнецы, так что все потихонечку клепаем. Это не просто сведенная кольчуга, если посмотреть поближе, каждое колечко просверлено дважды и специальным гвоздиком скреплено, чтобы в бою от удара она не расплелась, не посыпалась. Так что это очень такой... Сколько весит она? Вот твой наряд. 12 килограмм. 20 килограмм она весит? 12. 12. Очень тяжелая штука. Короткие рукава, поэтому как бы если плести по руку... Ну вот сейчас мы видим на экране, да, вообще просто ювелирная работа на самом деле, и плюс еще тут прокачиванные перчаточки, варежки. Да, я можно возьму? Да, конечно. Ого, тут, блин, если честно, очень тяжело. Ну, лучше, чтобы оно было именно вот таким, потому что если меч прилетит в руку, то будет хоть какая-то защита. А еще мы этой перчаткой вызываем на дуэль. И все, и сразу все вопросы откладываются. Мне кажется, что тут, если этой перчаткой так куда-то в чью-то сторону кинуть, можно зашибить ненароком. Настя, а можно будет что-то купить, приобрести, примерить, я не знаю, погрузиться в вот этот антураж, который вы создаете? Да, конечно. Я уже сказала о том, что будет наша прекрасная ярмарка с нашими мастерами, где можно будет приобрести изделия из Тольятти. К нам приезжают тольятинские мастера, которых всех всегда очень ждут, потому что интересные редкие изделия, как реконструкции, так и стилизации. Наши самарские мастера и мастерицы будут всевозможные, соответственно, также представлять свои наряды, украшения, предметы народного быта на ярмарке. Будет у нас и фотореквизит, насколько я помню. То есть типа фотозоны какой-то будет? Да, 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 фотозоны, фотовыставка будет, также интерактивные стенды будут представлены, где мы расскажем, все покажем, дадим примерить кольчуги, почувствовать себя настоящим воином. Соответственно, можно будет также посражаться на шуточном турнире. Деревянными мечами? Деревянными, да, обтянутыми нашими тряпицами. Такие у нас уже, мы прокачали тоже щиты, будут детские у нас отличные, будут же у нас новые. У нас все будет, и мечи будут новые такие. И новые мечи будут, то есть вообще всем будет интересен. То есть ты тоже свой образ прокачала, леса у нее появилась. Да, я проявлюсь. Разживай смехом, потому что зима близко и пора. Разживай смехом, это прям. А вот, я не знаю, правильно ли вопрос, я задаю неправильно. Вот какой это век получается? И, допустим, какое сословие вы представляете? Как вот тут немножко градация какая-то? Здесь мы, как на турнире, так вот то, что костюмы на нас представлены, мы постарались уложиться в рамки 10-13 века. Непосредственно вот у нас это такая попытка воссоздать костюмы новгородцев и приновгородских земель. Вот, соответственно, как бы, ну, на мне ушкуйничий костюмчик. То есть это и кожаная рубаха, и кольчуга, которая, как бы, мало ли где пригодится. Вот. Подумаешь, 12 килограмм. Всякое бывает, да. Лучше на себе, чем где-нибудь. А вдруг. Вот. Поэтому, так что... У Сергея немножко другой вариант защиты. Как она называется? Это называется ламелярный, да, с эпях, ну, чешуячатый. То есть он состоит из множества чешуек, которые нашиты на кожаную основу. Это ты тоже не сам делал? Кому-то это получил? Вот, ну, нашивал я сам, а сами эти ламелярки я заказывал у мастера. В смысле? То есть свою руку приложил? У вас получается, в прошлых веках 10-13 мужчины сами это делали? Да, 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 ну, нет. Или были специально обученные женщины, которые... По-разному, конечно. Ну, то есть я сам себе сшил до успеха. То есть это такая тоже есть русская, то, что мы все шьем. Нет, то, что... Сшил именно. Здорово. Ну, 85, наверное, процентов то, что на нас одето, мы делаем своими руками. Тут еще просто обуви не видно, но, Настя, в таких чудесных, вообще кожаных тапочках, просто ты вот на кого похожа сейчас? Кто ты? Я зажиточная горожанка. Зажиточная, поэтому меха у тебя. Поэтому у меня меха, поэтому у меня довольно богатые бусы, соответственно, шелк, такой довольно богатый цвет насыщенной шерсти. Соответственно, там еще можно прибавлять всевозможных элементов богатства. Аксессуаров, так? Да, 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 аксессуаров в виде сумочек, всевозможных кесетов, более богатые обуви, еще чего-то. Соответственно, все это делается. Но я уже считаюсь богатой горожанкой. С ума сойти. То есть ты такая невеста на выданье. Да. Зажиточная. Вот так здорово. Кстати, что касается каких-то конкурсов, за что бьются рыцари? Сергей, давайте. Рыцари бьются за главный приз. Это у нас шатеры типа Саксонки. Вот он шатеры личный. То есть там может уместиться два максимума, может быть, три человека. Вот на мой взгляд, это очень такой желанный приз. Ну, я бы сам его, конечно, хотел бы и иметь. Потому что на выездах, на разные фестивали мы живем, ну, в походном лагере. Если у тебя есть свой собственный шатер, это вот, ну, это считается очень… Это житочный, ты, короче, человек. Да, как своя квартира. Своя квартира. Здорово. Второе место у нас получают перчатки. Рукавичные. Такие прокаченные, да? Рукавичные. Ну, там не вот такие вот именно с каличужным плетением, а кожаные. И за третье место у нас Ташка, по-моему, да? Да. Ташка, вот как вот у Влада, вот он себе ее сошел. Сам. Да, все, опять же, делается. Рукодельницы. Молодцы. Ну, а что-то, допустим, вкусняшки какие-то у вас будут. Чем-то можно там согреться, чайком, плюшком. Да, конечно, у нас мы ставим самовар, у нас их два. Вот, потом есть люди, которые приходят на ярмарку, туру со своим самоваром. Ну, термос можно взять, чайку там, друзья, если будет холодно, не мерзнете, обязательно одевайтесь по погоде, берите с собой какие-нибудь, ну, не знаю, плюшки, чай. В конце концов, там территория без алкоголя, об этом стоит помнить, поэтому что-нибудь тепленькое берите. Ну, если вдруг с собой ничего не окажется, то у нас будут представители с пирожками, так что и перекусить что-то будет. Вот, так что голодные. А кто у вас судит конкурс бороды, Настя? Не я. Какое вообще происходит? Ну, вот сейчас вот кто-то смотрит нас, конкурс бороды. Да. По каким критериям? Вот, скажу так, это будет известно через два часа. Сейчас мы... Пока тайна, покрытая мраком? Да, через два часа я встречаюсь с... С экспертом по бородам? С экспертом, да, по бороде. Вот, и могу сказать, что это... Ну, мы сперва уже в конкурс такой. Мы проводили его в более таком формате... Камерных вечеринок. Камерным, да. Вот, а в этот раз мы решили пригласить специалистов. Мы обратились в мужскую парикмахерскую цирюльник. Цирюльник. Вот, и сейчас... То есть там какая-то плотность бороды, длина. Вот, будем обсуждать. Я думаю, что очень сложный будет, да, сейчас диалог. Какие-то критерии отбора будете. Конечно, конечно. Друзья, у вас есть шанс. Если у вас борода, скажите себе, да, и идите на конкурс бороды в загородный парк. И не только, естественно, этот конкурс. Хочется небольшой тайминг, наверное, чтобы вы обозначили. В 12 начало. Официальное начало в 12 часов. И далее мероприятие плавно растягивается где-то до 5 вечера. В это время у нас идут непосредственно блоки турнира, которые будут перемешаны небольшими кусочками с каким-то интерактивом для зрителей. Так что в любое время подойдя, человек получит и зрелище, и хлеба, и какого-то вовлечения в процесс. К всему прочему, я просто хочу отметить, что мероприятие получается уже почти фестивальное в плане реконструкции. Потому что кроме участников в костюмах, у нас бойцов, около 20 человек, а еще будут участники без доспехов, то есть не турнирные, а конкурс костюмов. То есть это около 40 человек в костюмах, в полных исторических копиях. А ко всему прочему, это будут стоять и исторические шатры, и реквизит различный. Также у нас будет выставка представлена с фотографиями с предыдущих фестивалей летних, для того, чтобы зрители могли почувствовать, посмотреть, как это бывает. Да, потому что, к сожалению, зрители видят лишь верхушку айсберга. Потому что фестивали летние, они проходят по несколько дней, а зрителям допускается лишь в последний день. Поэтому очень много вещей и люди не видят. А хотелось бы, чтобы было ближе. Здорово. Ну что, надеюсь, друзья, вы услышали ту важную, полезную информацию, которую мы сейчас до вас доносим. Масштабный, очень красивый, яркий фестиваль-турнир «Засечный рубеж» приглашает вас уже в эту субботу, 24 октября. Начало в 12.00. Приходите с детьми, с какими-то, может быть, своими атрибутами, может быть, что-то есть у вас, с кольчугой своей собственной. Участвуйте, побеждайте, получайте призы. Конкурс бороды, конкурс фотографий. Все, что нужно, можно будет узнать и у ребят в группе, ВКонтакте, мы сделаем на своих страницах перепосты, так что ищите информацию. Ну, а совсем скоро, также через буквально несколько минут, будем рассказывать вам о том, что в воскресенье, уже 25 октября, будет у нас первая в этом сезоне такая большая, масштабная самарская вечерка. Что на ней будет, давайте будем выяснять. Ну и конкурс у нас. Разыгрываем билет на концерт группы «Песниры» 22 октября, окружной дом офицеров. Продолжите строчку, дорогие наши поэты, песенники. На вечерку приглашаем. Ну, а далее по тексту, что сочинится вам, что в голову придет, звоните 202-11-22. Спасибо вам большое, ребята, удачи вам в хорошей погоде. Я думаю, это самое главное. Ну, хотя даже если она будет не очень хорошей, я думаю, вы все равно соберетесь и все с успехом проведете. Друзья, не переключайтесь, встречаемся через пару минут. Я как деревенский житель родился там, да? В городе прожил основную жизнь, но считаю все-таки деревней спокойной. Сложно сказать, на самом деле. Важно, наверное, зависит от того, чем занимается человек. Если ты работаешь в городе, конечно, наверное, придется жить в городе. А так, конечно, жить лучше в сельской местности, на мой взгляд. Ну, все-таки, наверное, в сельской местности почище немножечко. А здесь, наверное, удобство, вода. Ну, а с тем, что сейчас прекрасно все можно сделать, то, конечно, в сельской местности. Нет, в сельской лучше. Там и воздух чище. Вот как мы живем, вот почти у нас городская прописка, а живем на крайнем городе. Частный дом, природа, там озера, рыбалка и все. Смотря для чего он живет. Если у него офис в городе, он, наверное, в городе живет. Ну, лучше, конечно, в сельское место. Там, по крайней мере, дышать легче. Лично мне лучше в городе. Потому что, ну, как бы, все рядом, все удобно. Я не люблю далеко ходить за тем, что мне надо. Если у него есть деньги, лучше жить в деревне. Если нет денег, в деревне будет жить трудно. Ну, можно сдавать квартиру и жить в деревне. Так многие делают. В сельской местности. Там и воздух чище, и все лучше. Ну, лучше жить, конечно, в сельской местности, но чтобы рядом была такая урбанизация некая. Чтобы рядом все было. Ну, в сельской местности, конечно, воздух чище. Ну, это если, конечно, для пенсионеров лучше жить в деревне, где тихо, спокойно. Они могут там вести свое хозяйство. А для людей, которые занимаются бизнесом, конечно, это город. В сельской местности чище. А в городе лучше. Привыкли. Русская культура – это, во-первых, наша интеллигенция, это наше искусство, это наша культура. Ну, в общем-то, это как бы достояние всей России. То, что должно быть, она должна заключаться во всем. И в нашей архитектуре, и в нашем искусстве. И, действительно, в нашей речи тоже оно должно присутствовать. Человеческое знание и отношение, отношение, ну, как сказать, корректное ко всему. Будь человек на улице, будь человек в театре, филармонии, на работе. Понимание другого человека. Уважение к языку. Уважение к людям. Уважение к себе. Уважение к стране. Богатые, наверное, нашими людьми. Культура – это наше поведение, наше бытие, это все, что нас окружает, то, что мы создаем. Поэтому, начиная от архитектуры, заканчивая тем же нашим языком, это все культура. Это русский народ. Это культура, что это, русская культура. Но ее где взять, ее нет, культура-то русская. Она уже на выживании. Я даже не знаю, что сказать. В народном творчестве, по-моему. В основном. Ну и, конечно, классики наши. Писатели, композиторы, художники. Русская культура – это все, что связано с речью нашей, с культурой вообще в целом. Русские. Национальное достояние, традиции русские, которым можно гордиться. Ну что, приглашаем всех вас, друзья мои, не скучать. В эти выходные мы буквально пару минут назад рассказывали о фестивале «Засечный рубеж» 24 октября за городный парк. Ну а совсем скоро будем вас приглашать еще на одно мероприятие. Оно состоится в воскресенье. Очень многие самарцы его ждут тоже с нетерпением. И у нас продолжается конкурс. Мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт группы «Песняры». Хорошее такое настроение они вам подарят. Это уже будет совсем скоро, 22 октября в АДО. Ну давайте принимать звонок. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Нина. Нина, очень приятно. Я так понимаю, хочется сходить на концерт. Очень. Ну давайте послушаем, что вы придумали. Новичурку приглашаем. Счастья, радости желаем. В наш веселый хоровод собирается весь народ. Отлично. Ну спасибо, Нина. Вы наш первый участник. Друзья, у нас конкурс стихотворный продолжается. Продолжите фразу «Новичурку приглашаем». Ну а кто будет приглашать вас на вечурку, сейчас узнаем. С нами здесь организатор Самарской вечерки Наталья Копылова. Наталья, здравствуй. И человек тоже, который недавно ко всему, я так понимаю, этому примкнул и не разочаровался нисколько, и понял, что нашел себя в этом, Илеонора Резникова. Илеонора, здравствуйте. Наташа, ну давай рассказывай, что, где, когда, и чем эта вечерка будет отличаться, может быть, от предыдущих, и как, может быть, кто в ней может принять участие? Ну самое главное, где и когда, это приглашаем всех 25 октября в ДК «Заря». Это проезд 9 мая, дом 16. Мы поменяли помещение, мы разные варианты хотим попробовать. И вот до этого мы были в ДК «Железнодорожников». Летом, пока было тепло, мы на улице проводили вечерки. И теперь пробуем новое, отремонтированное, красивое помещение, зал ДК «Заря». Начнем мы в воскресенье в 16.00, и до 7 часов будем танцевать, веселиться, хороводить. И что нового в нашей вечерке, это тематика. Эта вечерка будет у нас ярмарочная, тематическая. Что будет там представлено? То есть, я понимаю, корабейники, всякие мастера и все-все-все, что связано с этим. Вот как раз будет у нас много корабейников, так как у нас нет помещения для ярмарки стационарной, и не было бы счастья да несчастье помогло, мы решили, что у нас будет ярмарка корабейная. Поэтому все у нас торговцы, все мастера придут с корабами и будут прямо в помещении танцевальном ходить, предлагать свой товар, не просто предлагать, а еще зазывать как-то интересно. Вот, зазывалки мы им уже порекомендовали некоторые, кто-то, может быть, свои придумает, а какие-то мы взяли из источников литературных, которые очень интересные. И вот пока сценарий писала, прониклась. Хорошо, прониклась. У нас есть еще один звонок, давайте принимать, а вы всех запоминаете, потом будем подводить итоги. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Елена. Елена, очень приятно вас слышать. Давайте ваш вариант. На вечерку приглашаем. Мы развернемся немного. И все уйдут, мы вам обещаем. Угу, и проблемы все уйдут, мы вам обещаем. Гарантируете? Да здорово. Нам вообще нужны такие активисты. И Нину, и вас приглашаем на вечерку. У нас будет также, ну вот баттл, слово не подходит, у нас будет частушечное состязание. Частушечное состязание. Спасибо большое. Ну вот, можно свои частушки сочинять, можно где-то тоже поискать, посмотреть, приличные, естественно. Кстати, Элеонора, как давно во всем этом? Всего 4 месяца. Но уже костюм, уже коса. Но кажется, что уже, да, целая жизнь прожита в этом. Очень увлекает, очень придает много эмоций, настроения. А как узнали об этом, обо всем? Вы знаете, совершенно случайно. Как все хорошее, наверное, в жизни очень часто бывает случайно. Мы с мужем увлеклись фланкировкой. Угу. И совершенно не знали, что в Самаре делать нам с этим. И, гуляя по набережной, увидели ребят, которые занимались тоже фланкировкой. Подошли, познакомились. Оказалось, что это клуб славянской культуры Веста. Вот, собственно, так я и попала в этот клуб, познакомилась с Натальей. Вот. И настолько меня этот круговорот событий увлек, что сейчас я стараюсь как можно больше помогать, участвовать и получать от этого удовольствие. Ну, кстати, насчет Наташи. Наташ, у нас главный заводила по вечеркам в Самаре, я так понимаю, и старается проводить их где только можно. Я предлагаю посмотреть фотографии из Севастополя аж, где тоже были вечерки. Но прежде принимаем звонок телефонный. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня Нина зовут. Вы нам уже звонили или другая Нина? Я другая. Другая. Ну, тоже, я думаю, очень хорошее нам подарите стихотворение. Давайте, рассказывайте. На вечерку приглашаем пообщаться, удивляться и, конечно, улыбаться и мечтать, мечтать, мечтать. Прекрасно. Спасибо. Очень здорово, друзья. Три уже у нас участника. Я думаю, если вы тоже обладаете какими-то стихотворными талантами, милости просит. Наташа, ну, рассказывай, где были, что делали. Рассказываю. Были в этом году мы и в Питере, и в Новосибирске. И вот здесь фотографии из Крыма. Мы ездили по разным городам острова и полуострова и проводили пророссийские мероприятия в народной тематике. Вот здесь один из загородных парков города Бахчисарай. И мы проводили там тоже вечерки, в общем-то. Как народ реагировал вообще на вас? Народ не такой привыкший, скажем так, к таким мероприятиям, как у нас. Вот. Но реагировали замечательно. Буквально 10-15 минут народ вливался. И потом, вот как и у нас, народ не мог просто разойтись, потому что вот эта вот энергия народных традиций, она их не отпускала. Ну, это были какие-то адаптированные варианты, может быть? Самые распространенные игры, то есть это и хороводные игры, и какие-то беговые, и догонялки, разные виды салок. И танцевали мы какие-то самые простые варианты. То есть краковяк танцевали с ребятами. И возраста разные были. То есть здесь вот фотографии из парка. Здесь ребята 70-15 лет. А были мы там как раз на празднике Дня любви, семьи и верности. И там уже более старшая аудитория была тоже. Ну, ура! Вас приняли и сказали, приезжайте в следующем году. Поэтому в следующем году мы тоже планируем туда следить. Давайте примем еще телефонный звонок. У нас подсказывают режиссеры. Есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Дарья. Очень приятно, Дарья, дерзайте. На вечерку приглашаем. Чувствушки с вами петь желаем. Приглашаем от души. Выходите, честный народ. Будет чай из самовара и веселый хоровод. Корабельники вас ждут, пряники уже пекут. Все? Здорово! Красота! Нам надо таких. Запивал девчонок обязательно на вечерку. Потому что активисты всегда в почете. Просто готовая реклама для нашей вечерки. Спасибо. Здорово. Потом, Наташа, из эфира записи перепишешь все и будешь со сцены авторский текст. У нас уже самарская бульда такая. Общесамарская. Здорово. Спасибо большое. Ну вот у нас как бы замечательные наши телезрители дерзают. У нас и билеты на концерт группы Песняры. И в качестве поощрительного приза балалайшник-виртуоз Алексей Архиповский. 23 октября в АДО также приезжает. Кстати, как-то вот если мы говорим про ребят засечного рубежа, они прокачались. Я знаю, что вы тоже прокачались, Наташа. Ты тоже начала заниматься какими-то полезными вещами, красивыми. И на балалайке учишься играть, и на гуслях, и расписывать все. Откуда это все желание, стремление? Ну, желание, стремление, оно появляется, когда я начинаю общаться с людьми, которые меня вдохновляют. И в этом году ездила по нашей родине необъятной, и с разными людьми встречалась. И вот в Новосибирске у меня есть подруга, друг очень хороший, Катя Каримова. И она занимается мизинской росписью, мизинской росписью. Это северная графическая роспись. Я тоже начала пробовать себя, и не просто пробовать, а сразу как-то наших ребят известно приобщать. Мы стали проводить мастер-классы, о чем в соцсетях пишем, поэтому кто захочет, присоединяйтесь. И стали пробовать. И вот что начало получаться у нас. Тоненькая работа, очень ювелирная. Я вчера у Наташи спрашивала, это что ты, гелевыми ручками расписываешь? Она говорит, нет, это гуашь. Я говорю, как же так можно, так вот настолько ювелирно, тонко? Это здесь гуашь, а изначально это была глина и сажа. То есть река Безень, по берегам, берега глинистые. И как раз вот прялки и посуду расписывали с использованием глины и сажи. Поэтому вот такие вещи можно сделать на мастер-классах. То есть вечерки у нас проходят где-то раз в два месяца. А для того, чтобы, скажем так, народная культура все-таки проникла в вашу жизнь, можно заниматься ею и между вечерками. То есть можно что-то делать своими руками, как ребята вот из Светлицы, как мы делаем, как многие другие ребята. В промежутках между большими мероприятиями что-то делать своими руками. Элеонора, но вечерка первая будет в этой жизни или нет? Нет. Мне уже очень повезло побывать на нескольких вечерках и поучаствовать самой. Буквально недавно мы ездили в Тольятти. На сказочную вечерку. Да, там проводилась удивительная сказочная вечерка. Очень было весело. Энергетика, конечно, народных забав, танцев и игр, она не может оставить равнодушной. Ты заражаешься этой энергией. И даже те, кто сначала скептически относится к этим мероприятиям, вовлекаются в хоровод, вовлекаются в игры и уже не остановишь. Это точно. И как, собственно, не остановишь у наших зрителей, которые нашли себе, откопали таланты писательские, поэтические. Давайте послушаем очередного нашего дозвонившегося. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виктор. Очень приятно, Виктор. Я хочу услышать ваше творчество. Значит, у меня такой вариант. На вечерку приглашаем. И вечер, я обещаю. Пирогами угощаем. Ты с коллегой к нам иди. И друзей своих веки. Вот как. Спасибо. Это первый мужчина в нашем эфире сегодняшнем. Дерзайте, друзья. Берите пример с Виктора. Не стесняйтесь. Спасибо большое. Девочки, вы все запоминаете? Пока Дарья мне понравилась вот со своим таким... Юль, самое интересное. Невероятные частушки. И получается, что про вечерку рассказываю не я сегодня, а зрители. Потому что они сами все рассказывают, как у нас будет. И про пироги. Про веселье, про хороводы. Вот немножечко еще не сказали, наверное, про детскую комнату. Хотела... Может быть, частушка сейчас на эту тему у нас тоже появится. Потому что мы приглашаем молодые семейные пары тоже. И если вам негде оставить своих ребятишек, то вы можете прийти на нашу вечерку. И у нас будет детская комната, где с ними будут играть также народные игры. А вы сами можете танцевать, хороводить. Я понимаю, это в соседнем каком-то помещении? Да, в соседнем помещении будет у нас отдельный человек, который будет заниматься с ребятами, с маленькими. Здорово. Друзья, ну давайте еще фотографии посмотрим. Этим летом на улице Ленинградской также активисты проводили... Вот этот кадр просто вдохновляющий. Как называется эта забава? Ну, в Самаре мы ее называем ягодка, в Тольятти ребята называют ее вишенка. Вообще, одна из родновидностей целовальной игры. С большим участием... Ой, это я лечу, кстати. С большим участием народа. Одна из самых любимых. Она точно будет у нас на вечерке. Это одна единственная летняя вечерка в этом году в Самаре, которая прошла. На Ленинградской много народу собрали, очень весело было. Вообще, здорово проводить вечерки на открытом воздухе. Очень хорошая вечерка была в этом году на фестивале Жигулевская вишня. Не мы проводили, но проводили, наверное, силами практически всех общественных объединений, которые были в Самаре. Вот она такая эталонная вечерка была. Ну, я так понимаю, тут какие-то бои. И тут самое интересное, что очень много ребят и девушек, и мужчин, и женщин в конце прям такие уже подходили просто, участвовали. Да, Леонид, так было? Так и было, так и было. Сначала стояли в стороне, стеснялись, не знали, а как, что. А потом у нас круг расширялся, наш хоровод становился все больше и больше, и практически всю улицу мы уже заняли. Нам пришлось перемещаться. Потом, когда мы на отведенном пятаке не уместились, мы пошли так хороводом парными танцевать уже вдоль Ленинградской. И уже все выстроились уже на пространстве чуть подальше. Да, пока мы смотрим фотографии, я предлагаю все-таки подвести итоги нашего конкурса. Девочки, что скажете? Я за Дарью. Ну, мне тоже очень понравилась частушка, которая практически отразила весь дух и содержание нашей вечерки. А Виктор, давайте поощрительно призадим, как единственного мужчину в нашем эфире. Итак, дорогие друзья, Дарья, отправляетесь вы на концерт группы «Песниры», а вы, Виктор, с большим удовольствием, я надеюсь, послушаете удивительного человека, известного во всем мире. Это балалайшник-виртуоз Алексей Архиповский. Ну и еще раз хочется напомнить, 25 октября, ДК «Заря» 16.00, Самарская вечерка. Первое осеннее в этом сезоне. Хорошее начало будет положено вместе с вами. Я там тоже буду. Увидимся. Всего доброго. Вам, девушки, спасибо за то, что пришли. Но вам хорошего настроения и, конечно же, улыбайтесь и думайте о том, что наши традиционные какие-то забавы, и в том числе какие-то фестивали, турниры, специально для вас делаются. Не проходите мимо, не будьте равнодушными. Участвуйте во всем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова